Когда можно начинать уже? Мы прямо так в угол забежали, если честно. Как лучше? Намного. Красиво на камеру смотрим. Скажите, когда можно начинать? Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Карина. Карина, какая цель в жизни у вас? Моя цель в жизни и совершенствоваться. Можно развиваться и глубже познавать своё «я». Понятно. Скажите, Карина, вот вы пришли на эти курсы, дирижер-аналитики, что вы хотите с этого получить? Я бы хотела получить максимальный результат и максимально продвинуться после окончания курсов. Ну, я это вижу, как минимум, работа на местном телеканале «Фаворит». Хорошо, Карина. А ещё такой вопрос. Скажите, вы готовы переехать в другую страну и что-то показать и сделать, чтобы люди видели, на что вы способны? Вы знаете, я уже давно к этому готова. Осталось только физически переместиться в какую-либо страну и начать что-то делать, потому что загранпаспорт я имею практически с рождения. И мечтаю о том, чтобы обо мне узнал весь мир с самого детства. Хорошо. Вот если обо вас узнает весь мир, что вы, ну, как вы себя будете чувствовать? Вы высоко поднялись? Или это как уже, ну, станет для вас именно такой целью, что вы «я» или что вы именно что-то хотите, чтобы люди вас знали, как вы, какой человек, или что-то, чтобы люди знали, ну, что вы хотите? Если я правильно поняла вопрос, вы говорите о том, что достигнув своей цели, не остановлюсь ли я? Да. Да? Ну, я думаю, что в тот момент, когда человек останавливается в достижении своих целей, то, наверное, он просто умирает. Поэтому я вряд ли остановлюсь, и поэтому я и ставлю цель совершенствоваться. И я думаю, что это бесконечность. Что вы пожелаете для наших телезрителей и что вы хотите, чтобы они знали? Ну, что вы дальше хотите? Можно повторить ещё раз вопрос? Вот, вас сейчас смотрят люди. Всё, Паня, не вопрос, а так нечестно. Уже три, да? Уже три, блин, всё, пошли. Ладно, нас смотрят люди. Что я посоветую, Дана? Не забывайте брать зонтики, пошёл дождь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.